Дорожную безопасность на Грибоедово обсудил заместитель председателя Барановичского горесполкома Александр Козеков с жителями Грибоедово, Гоголя и Холостяково. В Брестской области в этом году на строительство учреждений образования планируют направить почти 47 миллионов рублей. Уборочная компания – ответственное время не только для аграриев, но и для электротехнического персонала сельскохозяйственных предприятий. Им необходимо обеспечить надежное электроснабжение зерносушилок, очистительных линий и других электроустановок, связанных с уборкой и переработкой зерна. После двухлетнего перерыва с 20 августа по 4 сентября в Барановичах пройдут гастроли цирка Шапито Дива. В новой программе вы увидите оригинальные жанры невероятно красивых и статных животных, акробатов, танцоров, воздушные номера и многое другое. Строители отметили профессиональный праздник 14 августа. По случаю значимой даты в Барановичах состоялось чествование работников ООО «Строэтрес-25». В 2022 году Белорусская железная дорога отметит свое 160-летие. В преддверии празднования этой круглой даты на вокзале станции Барановичи-Полески разместилась фотовыставка под названием «Белорусская железная дорога. 160 лет развития и совершенствования». В сентябре медицинские работники проводят профилактические осмотры детей, приступивших к учебе на наличие заразных кожных заболеваний, в первую очередь педикулеза. Как защитить детей от педикулеза, расскажет специалист Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Здравствуйте, уважаемые телезрители на телеканале Интекс. Итоговая информационная программа «Семь дней Барановичи». Дорожную безопасность на Грибоедово обсудил заместитель председателя Барановического горесполкома Александр Козека с жителями Грибоедово, Гоголя и Холостякова. По мнению граждан, эти улицы опасны для пешеходов. На Грибоедово нет тротуаров, из-за этого людям приходится выходить сразу на проезжую часть. Как решился вопрос, узнаем в первом материале выпуска. Безопасность на дороге превыше всего. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Барановического горесполкома Александра Козека с горожанами, проживающими на Грибоедово, Гоголя и Холостяково. К разговору присоединились также представители госавтоинспекции ГУВД, городского ЖКХ и предприятия Барановича Ремстрой. В центре внимания обращение одной из жительниц Грибоедова по вопросу организации безопасного дорожного движения по данной улице. По мнению собравшихся, вышеперечисленные улицы опасны для пешеходов. На Грибоедово нет тротуаров, из-за этого гражданам приходится выходить сразу на проезжую часть. Кроме того, дороги заставлены машинами. Эта проблема существует уже не один год. Началась она тогда, когда в здание, где раньше был детский сад, переехало управление по труду занятости и социальной защите горисполкома. Движение стало активным, а оставленные авто усугубили ситуацию. В ходе встречи поступило предложение организовать одностороннее движение по Грибоедово. Но у большинства людей было другое видение. По их словам, решить больной вопрос помогло бы обустройство пешеходных дорожек вдоль домов, чтобы каждый пеший участник дорожного движения мог спокойно, без опаски выходить со дворов. Однако такой вариант и не допустим. Как отметил Александр Козека, согласно действующим нормам, учитывая тот факт, что застройка старая, существующей ширины проезжей части недостаточно для того, чтобы появились тротуары. В результате дискуссии была достигнута договоренность и принято решение о необходимости запрета парковки транспортных средств по улице Грибоедова. На данном этапе идет согласование о расстановке дорожных знаков с ГАИ УВД Брестского облсполкома. Интересы посетителей социально уязвимой категории граждан, обращающихся в управление по труду занятости и социальной защите будут учтены. В Брестской области в этом году на строительство учреждения образования планируют направить почти 47 миллионов рублей. В частности, больше места шаговой доступности появилось в Пинске. Там оборудовали встроенный в многоэтажный дом детский сад. Кроме того, намечена реконструкция жемчужинских яслей сада в Барановичском районе. Подробности далее. В Брестской области в этом году на строительство учреждения образования планируют направить почти 47 миллионов рублей. Об этом сообщил начальник главного управления по образованию Наталья Калиновская. В юго-западном регионе активно инвестируют в развитие сферы образования. В этом году строят несколько учреждений. Например, начальную школу с детским садом построили в Кобрине. Такая же появилась в Столине. Они распахнут свои двери в День знаний. Учебные комплексы рассчитаны на 471 ребенка, в том числе 150 мест предназначены для дошколят. В Жабинке в начале сентября откроют новый детсад на 240 мест. Больше места шаговой доступности появилось в Пинске. Там оборудовали встроенный в многоэтажный дом детский сад. Это первый такой опыт для города. Учреждение рассчитано на 60 мест. Похоже, проект реализуют в Иваново. Там во встроенном детском саду предусмотрено 75 мест. Завершить его строительство планируют в декабре. В Бресте после реконструкции встроенных в общежитие Ясли сада номер 9 по улице Рокоссовского создадут дополнительных 40 мест. Кроме того, в Столинском районе Коротической средней школе пристраивают блок начальных классов. Увеличится вместимость гимназиевы Иваново и Лунинце. Намечена реконструкция жемчужненских яслей сада в Барановическом районе. В Бресте начали строить детский сад на 350 мест. Напомним, первый школьный урок в новом учебном году пройдет 1 сентября на тему в исторической памяти сила и единства белорусского народа. Школам, гимназиям и лицеям в связи с этим рекомендовано запланировать проведение тематериологии мероприятий и единых уроков. Помимо 1 сентября Министерство образования предлагает провести еще несколько единых уроков в следующем учебном году. Они будут посвящены памятным событиям, государственным праздникам и знаменательным датам в истории страны. Уборочная кампания – ответственное время не только для аграриев, но и для электротехнического персонала сельскохозяйственных предприятий. Им необходимо обеспечить надежное электроснабжение зерносушилок, очистительных линий и других электроустановок, связанных с уборкой и переработкой зерна. О соблюдении электробезопасности при работе сельхозтехники на полях рассказал представитель энергогазинспекции. В Беларуси продолжается уборка урожая. Сухая погода помогает аграриям ускориться. В слаженном ритме трудятся земледельцы на полях и днем и ночью. Уборочная кампания – ответственное время и для электротехнического персонала сельскохозяйственных предприятий. Ведь именно на их плечах лежит ответственная работа. Им необходимо обеспечить надежное электроснабжение зерносушилок, очистительных линий и других электроустановок, связанных с уборкой и переработкой зерна. Отдельного внимания требует вопрос соблюдения электробезопасности при работе сельхозтехники на полях. Особенно опасно соприкосновение металлических частей и механизмов непосредственно с проводами воздушных линий электропередачи. Для обеспечения безопасных условий работ в охранных зонах ЛЭП нужно выполнять определенные мероприятия. Развести инструктаж, работающим с оформлением записей в журнале, регистрацию инструктажа по охране труда, изготовить памятки и плакаты, вывесить в кабинах сельхозяйственной техники, на моих дворах, на информационных стендах и других общедоступных местах. Все проходящие по территории хозяйства ВЛ следует нанести на карту землепользования с указанием напряжения и особо опасных мест. При этом высота машин не должна превышать 4,5 метра. К сожалению, несмотря на профилактические мероприятия, часто встречаются нарушения, которые приводят к несчастным случаям, порой со смертельным исходом. Отмечаются моменты, когда водители при выполнении погрузочно-разгрузочных работ начинают движение с поднятым кузовом или механизмом, в результате чего приближаются на недопустимое расстояние к ЛЭП. И транспорт оказывается под напряжением. Покинуть кабину безопасно практически невозможно. При попытке выйти из машины человек может быть поражен электрическим током. Очередной несчастный случай произошел 9 августа на территории УАО Новая Припять Столинского района. Подъехал в зерноскладу, водитель автомобиля МАН нажал на орган управления подъемом кузова для непосредственной выгрузки перевозимого сырья, а сам вышел из кабины для контроля за загрузкой. После полной разгрузки кузова автомобиль начал самопроизвольное движение от места выгрузки сырья в сторону воздушной линии с поднятым кузовом. Водитель подбежал к кабине транспортного средства с целью его остановки. В то же время автомобиль прикоснулся правым углом кузова к проводу воздушной линии, в результате чего водитель попал под действие напряжения и получил ожоги 45 процентов кожных покровов в первой и второй степени. Пострадавший доставлен реабилитационное отделение Столинской центральной больницы. В этой связи специалисты обращают внимание, что под ЛЭП или вблизи них запрещается работа грузоподъемной техники, остановка машин и механизмов. В случае падения провода на технику или соприкосновения машин или механизма с проводом, а также при возникновении между проводом и корпусом электрического разряда запрещается какая-либо дальнейшая работа на этом транспорте. Водителю необходимо немедленно остановить машину, не вылезать из кабины, сообщить о случившемся аварийной службе электрических сетей по телефону 144 или МЧС по телефону 101 или 112 и до прибытия специалистов самостоятельно не предпринимать никаких действий. Если в результате ЧП машина загорится, то человеку, находящемуся внутри, нужно немедленно ее покинуть, категорически избегая при этом одновременного прикосновения с корпусом машины и землей. Удаляться от машин необходимо на расстояние более 8 метров, перемещаясь семенящими мелкими шажками без отрыва ног друг от друга, не теряя равновесия. Для исключения подобных несчастных случаев вдоль воздушных линий электропередач устанавливается охранная зона в виде земельного участка и воздушного пространства. Два метра для линии напряжения до 1000 вольт. Десять метров для линии напряжения 6-10 кВт. Пятнадцать метров для линии напряжения 35 тысяч вольт. Двадцать метров для линии напряжения 110 тысяч вольт. Двадцать пять метров для линии напряжения 220 тысяч вольт. Тридцать метров для линии напряжения 330 вольт. Берегите себя и не забывайте о том, что электрический ток представляет смертельную опасность для жизни. Будьте внимательны. Чтобы избежать несчастных случаев, руководству сельхозпредприятия обязательно нужно организовать проведение инструктажа с работающими по безопасному ведению работ в охранных зонах ЛЭП, обучить их приемам освобождения пострадавших от электрического тока и оказания первой помощи, разработать безопасные маршруты передвижения высокогабаритной техники. Соблюдение профилактических мер будет способствовать безопасной эксплуатации оборудования, что позволит и своевременно, а главное – без аварии провести уборку урожая. Помните, электрический ток невидим. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Поражает внезапно, представляет смертельную опасность для жизни. После двухлетнего перерыва с 20 августа по 4 сентября в Барановичах пройдут гастроли цирка Шапито Дива. В новой программе «Большой сюрприз» вы увидите оригинальные жанры невероятно красивых и статных животных, акробатов, танцоров, воздушные номера и многое другое. Шатер раскинулся недалеко от Ледового дворца. Организаторы приглашают детей и взрослых и обещают интересную и насыщенную программу. Хочется праздника – он совсем рядом. С 20 августа по 4 сентября в Барановичах пройдут гастроли цирка Шапито Дива с программой «Большой сюрприз». Шатер раскинулся недалеко от Ледового дворца. Детей и взрослых ждет невероятное шоу. В новой программе оригинальные жанры, невероятно красивые животные. Среди них лошади, пони, кошки и даже гуси. Обязательно появится на манеже любимец публики слон. Гости мероприятия увидят выступления акробатов, танцоров, воздушные номера и многое другое. Заявлено множество спецэффектов – дымовые машины, световые пушки, диджей-звуки и другое. По словам организаторов, это представление наполнено тайной, ожиданием и признаменованием чуда. Специально к программе написан оригинальный сценарий, наполненный ярким, необычным сюжетом. Подготовлены новые, уникальные цирковые номера, головокружительные трюки, дизайнерские костюмы, необычный реквизит. Будет кулакопы, клоун, конечно. Будет лошади, слон последний. И будет трансформация, что это кто быстро поминает костюмы. Директор цирка – небезызвестный представитель цирковой династии Серж Бондарчук. Он собрал отличный коллектив артистов. Команда интернациональная. К слову, есть лауреаты и призеры международных цирковых фестивалей. На манеже каждый артист выкладывается по полной и взамен получает восторженные аплодисменты зрителей. Цирк – это настоящая семья. Майли Мони знает это, как никто другой. Она гастролирует вместе со своими детьми, которые являются непосредственными участниками каждого шоу. Со слов Майли, семья у них большая и не ограничивается дочерью и сыном. Слон и лошади заняли особое место в их сердцах. «Это звери, видны мои дети, когда родили. Тогда это уже как семья. Но мара, честно, мара – мое зло, честно, это как мой третий ребенок. Но тогда это как братья и сестра, как очень большая семья. И очень то же самое». Цирк – это место, где нет возраста. Тут все одинаково счастливы, как дети. Можно долго рассказывать, какое чудесное представление ждет зрителей, но не зря же говорят – лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому обязательно посетите цирк «Дива» всей семьей и лично испытайте весь спектр эмоций от невероятного шоу. В нашем городе артисты будут дарить радость каждое выходное до 4 сентября. Для того, чтобы семейный вечер был интересным, нужно всего лишь прийти в назначенное время на площадку недалеко от Ледового дворца. Строители отметили профессиональный праздник 14 августа. По случаю значимой даты в Барановичах состоялось чествование работников ОАО «Струйтрест-25». Мероприятие прошло в Барановичском государственном университете. Заслуженных наград различных уровней в честь праздника были удостойны порядка 90 человек. Виновников торжества поздравил заместитель председателя горисполкома Александр Козека. Профессия строителя всегда пользовалась почетом и уважением. Руками строителей возводятся дома, здания, сооружения, благоустраиваются населенные пункты, создаются условия для комфортной жизни. Свой профессиональный праздник специалисты отрасли отметили 14 августа. По случаю значимой даты в Барановичах состоялось чествование работников ОАО «Строительный трест-25». К работникам и ветеранам труда обратился генеральный директор Анатолий Сиренко. По результатам проведенной огромной подготовительной работы уже сегодня можно смело отделить. Парфель с заказом на ближайший год без сомнения будет заполнен полностью. При этом, география наших строительных объектов очень обширна. Это не только объекты города Барановичи и Барановичского района, но и объекты Российской Федерации. В настоящее время мы довольно успешно работаем в Кремовском крае в городе Владивосток. В день нашего профессионального праздника «Искренне благодарю вас за ваш легкий труд, за профессионализм, ответственность и соблюдательную работу. Поздравляю всех с профессиональным праздником Днём строителей. Желаю, чтобы наша профессия была востребована всегда и по достоинству ценилась». Заслуженных наград различных уровней в честь праздника были удостойны порядка 90 человек. Виновников торжества поздравил заместитель председателя горисполкома Александр Козека. Он поблагодарил строителей за тяжелый ежедневный труд. «Я хочу от себя лично и от лица всех жителей нашего города поздравить вас с этим прекрасным праздником. Сказать вам большое человеческое спасибо за ваш труд. Вы как бы не только сами трудитесь, создаёте прекрасные дома, прекрасные сооружения, но в то же самое время ваш труд даёт большой стимул, большое движение в другие области. Вы когда вы задумали, что для того, чтобы строить дом, нужен цемельный кирпич, арматура и так далее. Это рабочие места для других специальностей. С одной стороны, как-то ваш маленький труд, а с другой стороны, он очень большой. Он очень много дает в этой стране, он очень много других отраслей. Спасибо вам большое за труд. Спасибо нашим Аксакалу трудами и мыслями, которые поднималось это всё». К слову, представители «Стройтреста» номер 25 примут участие в возведении здания республиканского и международного значения, в частности, строительства средней школы в Калуге Российской Федерации. В 2022 году Белорусская железная дорога отметит своё 160-летие. В преддверии празднования этой круглой даты на вокзале станции Барановичи-Полески разместилась фотовыставка под названием «Белорусская железная дорога. 160 лет развития и совершенствования». На втором этаже в хронологическом порядке расположены стенды, рассказывающие об основных этапах развития стальной магистрали. 2022 год – юбилейный для Белорусской железной дороги. 160 лет назад, 27 декабря 1862 года, открылся участок Гродно-Поречье протяженностью 64 километра. Он входил в состав Санкт-Петербурга Варшавской железной дороги и стал первой железнодорожной линией, проложенной по белорусской земле. За эти годы железная дорога прошла путь от одноколейной линии Поречье-Гродно до разветвленной технологичной железнодорожной сети. Работники стальной магистрали понимают важность бережного отношения к прошлому. Свято чтят традиции, заложенные предшественниками. Именно поэтому на вокзале станции Барановичи-Полески открылась фотовыставка «Белорусская железная дорога. 160 лет развития и совершенствования». Каждый стенд начинается с фразы «В нашей истории все события главные». Экспозиция доступная, главное интересно рассказывает о прошлом и настоящем железнодорожного транспорта. На ней вы можете увидеть историю становления нашей белорусской железной дороги и всех горожан и гостей нашего города. Мы приглашаем посетить данную выставку, а также музей железной дороги. Теперь время ожидания поезда не будет тянуться бесконечно долго. Каждый желающий сможет его скоротать, ознакомясь с богатой историей стальной магистрали. Стенды находятся на втором этаже вокзала. На них размещена информация о событиях, которые повлияли на становление белорусской железной дороги. Выставка рассказывает о достижениях не одного поколения белорусских железнодорожников. У пассажиров есть возможность узнать, какими были объекты инфраструктуры железной дороги раньше и вместе с фотографиями шаг за шагом проследить за техническим прогрессом. Взрослые дети не проходят мимо, останавливаются и изучают славную историю стальной магистрали. Кроме того, горожан и гостей приглашают посетить музей железной дороги, где представлены исторические документы, фотоматериалы, натурные и объемные экспонаты, макеты техники, картины, железнодорожная форма и другие экспонаты. О периодах технического оснащения магистрали рассказывает экспозиция отдела железнодорожной техники. На территории стоят локомотивы, вагоны, другой подвижной состав и ремонтное оборудование. В сентябре медицинские работники проводят профилактические осмотры детей, приступивших к учебе на наличие заразных кожных заболеваний. В первую очередь педикулеза. Распространяются насекомые быстро и просто. Они переходят с одного человека на другого при тесном контакте. Природа не наделила этих паразитов способностью летать или прыгать, поэтому заражение возможно только в случае, когда люди находятся на близком расстоянии, либо когда вши переезжают к новому хозяину с чужой расчески или другого предмета. Как защитить детей от педикулеза, расскажет специалист Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии. В сентябре медицинские работники проводят профилактические осмотры детей, приступивших к учебе, на наличие заразных кожных заболеваний, в первую очередь педикулеза. Динамика заболеваемости в Барановичском регионе за последние десятилетия имеет тенденцию к уменьшению. Так, за 7 месяцев 2022 года отмечается снижение на 30%. Вошь – это бескрылое насекомое, поэтому заражение происходит при переползании насекомого от одного хозяина к другому. Особенно это происходит при контакте голова к голове, что нередко мы наблюдаем во время игры детей в телефоны, смартфоны, когда 5-6 голов склоняются над одним гаджетом, и таким образом никто не застрахован от визита кровососа. В результате укуса паразита возникает зуд. Обычно он носит выраженный характер. Пациент постоянно расчесывает себя до крови, травмируя кожный покров. При этом нередко ранки инфицируются. Продолжительность жизни взрослых особей – 27-30 дней. Самки откладывают ежедневно 3-7 яиц, и можно посчитать, сколько потомства может дать за свою жизнь это насекомое и вывести их в люди. Для лечения педикулеза разработаны специальные средства, поэтому ни в коем случае нельзя применять такие агрессивные жидкости, как керосин, деготь, окрашивать волосы детям краской, разводимой аммиаком. Чтобы не заразиться педикулезом, не разрешайте ребенку пользоваться чужими шапками, заколками, резинками для волос, наушниками, которые одеваются через голову, проводите взаимные осмотры членов семьи после возвращения из длительных поездок, после ночевки в незнакомых местах. Если у ребенка обнаружено паразитарное заболевание кожи головы и волос, необходимо приобрести в аптеке специальные средства. После этого следует вымыть голову и обязательно удалить руками или частым гребнем погибших насекомых. Потому что, согласно действующим нормативным документам, наличие даже нежизнеспособных вшей является основанием для того, чтобы не допустить ребенка в коллектив. Также необходимо выстирать постельное белье и одежду, прогладить их горячим утюгом с паром. Каждые 7-10 дней в течение месяца нужно проводить осмотры детей и членов семьи.